Текстильная промышленность стремительно набирает обороты. Кардинально изменились и подходы к организации работы. Внедряются передовые технологии, инновации, кластерная система. За счет чего и повысились объемы производства. На международном рынке растет потребность в качественной, готовой текстильной продукции. Таким образом, ширится география экспорта. Продукция отечественного производства уверенно занимает свою нишу. Последние пять лет поистине стали периодом стремительного рывка в текстильной промышленности. Солидные возможности которой, что скрывать, долгие годы оставались лишь в потенциале. Теперь же дельное направление не только демонстрирует высокие темпы роста, но и открывает совершенно новые перспективы развития на основе современных тенденций и требований международного рынка. И все это происходит не само собой. Благодаря инициативам руководителя страны, кардинально изменившим подходы к организации работы, которая ныне основывается на передовых технологиях, последних достижениях, науке, инновациях. Внедрение же кластерной системы значительно повысили объемы производства текстильной продукции. А привлеченные инвестиции составили 3,2 миллиарда долларов. В результате чего введены в строй производственные мощности, полностью обеспечивающие переработку хлопкового волокна на отечественных предприятиях. В росте и выпуск материи и другой готовой продукции. И вот несколько цифр. По итогам прошлого года текстильными предприятиями страны переработано 1 миллион 5 тысяч тонн хлопкового волокна. Объем промышленного производства составил 31,9 триллионов суммов. Рост составил 140,7%. Из них 19,8 триллионов суммов – это товары народного потребления – 133%. В рамках программы локализации реализовано 36 проектов и произведено готовой продукции и комплектующих изделий в общей сложности на 566,8 миллиардов суммов. Это достижения были достигнуты из-за того, что за последние годы на нашу отрасль было выделено более 3 миллиардов долларов инвестиций. И оно было сконцентрировано на глубокую переработку всего хлопкового волокна до готовой продукции. Мы сейчас уже на следующие этапы ставим для себя, чтобы каждый выращивающий хлопок в своей области, он должен перерабатывать свое хлопковое волокно в своем области и достичь до конечного готовой продукции. Увеличивается и поток инвестиций, которые в прошлом году, в частности в рамках инвестиционной программы, на основе 21 проекта составили 232,9 миллионов долларов. Чуть более 150 миллионов долларов из которых – это прямые зарубежные капиталовложения. В том числе полностью реализованы 8 проектов, что обеспечило занятость более 2,4 тысяч человек. На основе территориальных программ в 2021 году реализовано 85 крупных текстильных и швейно-трикотажных проектов на 733,2 миллионов долларов. Тем самым создано более 22 тысяч новых рабочих мест. Так как именно текстильная промышленность была определена драйвером экономики, именно направленная на обеспечение занятости населения, у нас регионы имеют большой потенциал в этом направлении, и текстильная промышленность очень хорошо развивается в регионах. Текстильная промышленность, кстати, приносит солидную часть прибыли от экспорта. Это сегодня. А еще до недавнего времени страна являлась экспортером большой доли хлопкового волокна. В 2021 году 1250 текстильных предприятий из Убекистана отгрузили зарубежным партнером продукции на 3,35 миллионов 300 тысяч долларов. Рост по сравнению с 2020 составил 162,4%. Доля пряжи в экспорте равна чуть более 55%. Продукции с добавленной и высокой добавленной стоимостью 44,6%. Рост по сравнению с 2020 годом 141%. 51,6% всей произведенной текстильной и швейно-трикотажной продукции отправлено на экспорт. Остальная часть на внутренний рынок. Расширяется и география экспорта. Сегодня нашу продукцию приобретают около 70 стран мира. То есть в приоритете не просто выращивание качественного сырья, а глубокая его переработка на основе современных технологий, обеспечивающая высокую добавленную стоимость. И это не единственное преимущество такого подхода, за которым стоит решение не менее важного социального вопроса – занятости населения. Это и развитие социальной инфраструктуры, повышение доходов населения. Планируем еще увеличить два раза в этом году объем производства синтетических и полусинтетических материалов. Это полиэстер, смесовая пряжа, полиэстер хлопок, полиэстер вискоза. В Европе очень большой спрос на такой материал. Помимо самой пряжи нам более интересно производить и реализовывать на европейский рынок наши полусинтетические материалы в виде полотна. В феврале-марте будут проходить выставки, крупные выставки во Франции, будут проходить выставки в Италии, на которые мы также планируем поехать, посетить эти выставки в качестве участников. И уверен, что мы сможем добиться больших результатов и реализовать все свои намеченные планы на 2022 год. Зарубежное деловое сообщество стремится к сотрудничеству с нашей страной, что в частности отразило и проведенное в прошлом году в Ташкенте 13-я международная специализированная выставка оборудования и технологий для текстильной и легкой промышленности. Вызвавшая большой интерес у представителей ведущих зарубежных компаний, которые не просто стараются продемонстрировать в действии свои новинки, но и соответствуют запросам научившихся быть уже более мобильными, предусмотрительными, скрупулезными отечественных производителей. Таким образом, готовая продукция отечественного производства постепенно и уверенно занимает свою нишу на международном рынке. Высокое качество. Оно-то и определяет ее стремительное продвижение. Еще один важный шаг. 10 апреля 2021 года для Узбекистана вступила в силу специальная система преференций Европейского Союза для устойчивого развития и эффективного управления – GSP+, куда Узбекистан был принят в качестве страны-бенефициара, что в свою очередь создает прочную основу для отечественных производителей-экспортеров, в частности, текстильной продукции. То есть это реальная возможность для увеличения потока товаров на рынке Европы. И уже налицо первые результаты. Мы вошли в состав GSP+, системы преференций, которая дает нам большие льготы, большие возможности, так как и нам, так и нашим иностранным партнерам. То есть мы работаем в основном с Европой, с такими странами. Италия, Польша, Германия. О нас узнали, с нами стали работать. Цены стали, естественно, дешевле, потому что таможенные пошлины отменили. Также, естественно, мы показали свое качество, показали свои мощности, показали свой профессионализм в этой сфере, что мы можем делать не хуже, чем наши иностранные коллеги. Расширяются площади, отведенные под выращивание органического сырья, на которых внедрены международные стандарты. Если в 2020 году они составляли 817 гектаров, то по итогам прошлого года уже 2153 гектара. Планы большие и на нынешний год. В частности, намечается реализовать 75 крупных проектов в общей сложности на 839,1 миллиона долларов. 418,4 миллиона долларов, из которых зарубежные инвестиции и кредиты. Что, в свою очередь, даст возможность трудоустроить свыше 24 тысяч человек. На международном рынке потребность в качественной готовой текстильной продукции в росте, как и впрочем, и сама производственная деятельность, а значит и доходы.